Наши новости начинают свои работы в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Свидетели триумфа. Как Барнаул следил за феерией от команды Черчесова? Зарплата через суд 20 сотрудников Кожевиного завода из Заринска не могут получить заработанное. Пришло время веселиться и вкушать лакомства мусульмане, отмечают Ура Забайра. Громкую победу сборной России по футболу сегодня обсуждает вся страна. Счет вы наверняка уже знаете, скажем еще раз, ведь это бывает не часто. 5-0 таков итог противостояния России и Саудовской Аравии. Барнаул и весь край стали свидетелями триумфа. Многие болельщики домашней обстановки предпочли организованные трансляции в кафе и на спортивных площадках. Не спал этой ночью и Кирилл Политов. Ему слово. Едва стоило появиться главному символу фан-зона Алтайскому Забиваке, как он тут же стал предметом внимания десятков болельщиков. Канадскому волчонку с барнаульской пропиской всего два месяца, однако он уже местная звезда. Итак, вся фан-зона замерла. Друзья, давайте все вместе. Раз, два, три! На посту предсказателя Забивака сменил медвежонка Жору. Правда, волчонок оказался скромнее своего уже взрослого товарища. В самый ответственный момент, когда нужно было выбирать одну из сторон с лагом России или Саудовской Аравии, «Малыш растерялся». Зато сотни отечественных болельщиков еще задолго на начало матча сделали свой выбор. Честно говоря, я из тех людей, которые считают, что прогнозы – дело неблагодарное. Тем более в таком вопросе, как российский футбол. Но думаю, что, по крайней мере, на первом этапе у нашей команды вполне есть шансы. Сразу же после гимна непосредственно футбольное действие. Крики «Россия вперед!» в парке спорта Алексея Смертина сливаются с радостью болельщиков в обновленных лужниках. Россия! К разочарованию публики наш земляк Александр Ерохин, который вслед за Алексеем Смертиным смог пробиться в национальную сборную, в этот вечер на поле так и не вышел. Оказался в числе запасных. Болельщики, конечно, расстроились, но высказали слава поддержке Александру. Не смотри ни на кого, ни на что. Рви, как можешь. И делай, как не делает никто. И знай, мы все с тобой. Я, ну и дальше наша. И ответ. И ответ. И ответ. Спасибо большое, Коль. Всем привет от меня. Привет от меня, Ерохин. Да. От рекорда посещаемости Барнольскую фан-зону отделила погода. Ветер сменял изредка моросящий дождь. Это там, на улице. Между ними тает лед. Современная Карандин арена превратилась из ледовой в футбольную. В одночасье здесь растопили лед. Получился вот такой бетонный пол, бетонная основа. Правда, как сказали организаторы, никакой привязки к чемпионату мира здесь нет. Это обычная ежегодная профилактика. Такую возможность упускать не стали. В Абийском районе и Барнаульском затоне. В последнем вода зашла на две улицы. А сегодня уровень ее в Абин на 5 сантиметров превысил. Критический для затона. В поселке подтопило больше 10 приусадебных участков. И еще к 48 вода подошла вплотную. Дорога на остров Шубинский тоже частично подтоплена. Транспорт движется по понтонному мосту. Добавим, в ЗАТО не работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. В местных продуктовых магазинах, сообщили в мэрии Барнаула, создан необходимый запас продовольствия на случай чрезвычайной ситуации. В Заринске начались судебные слушания по делу о невыплате заработной платы строителям Кожевинного завода, одного из инвестиционных проектов региона. 20 человек несколько месяцев работали без зарплаты. И теперь надеются с помощью прокуратуры получить свои деньги от новосибирской компании-подрядчика. Правда, судя по началу судебного процесса, и оно, возможно, не способно решить проблему. Почему? Выясняла Анастасия Дорога. На втором этаже перекрышку мы заливали. С того угла заливали второй, третий этаж. Олег Марченко приложил руку и к строительству самого завода, и резервуаров. В сентябре увидел объявление в газете, говорит, повелся на зарплату от 40 тысяч рублей и выше. За первый месяц получил 20, за три последующих – ничего. Приехала другая бригада, соски Тима. Нам сказали, хотите работать, хотите нет. И мы ушли просто. Начальник на связь не выходит, телефон не берет. Денег никто не платит, никто не появляется. Вообще непонятно, что мы здесь делаем. Ему поступают звонки с угрозами от подрядчика. Ну, давай встретимся, приезжайте с тобой. Люди хотят там поговорить. Вот такого вот. А сам напрямую он не говорит, потому что знает, что запись идет. Без диктофона, да, что он там, да я тебя размотают. А это еще один пострадавший от подрядчика компании «Монолит» спецстрой. Ему, в отличие от Олега, угрожали еще на стройке за требование выплатить зарплату. За четыре месяца вместо 200 тысяч рублей Геннадий получил 10 авансов. При этом договоры у него и других строителей забрал глава подрядной организации Олег Петренко. На руках у мужчин не осталось ничего, что могло бы указывать, что они работали на объекте. В феврале два десятка строителей обратились в суд. Защищают себя сами. Денег на адвоката нет. Мне сказали, что вообще документы рассматривать должны в Новосибирске. И никто не сможет с наших людей, потому что деньги им никому не заплатили. А ездить туда – это накладно. Кстати, сам ответчик, руководитель «Монолит» спецстроя Олег Петренко, на заседании сюда не явился. Телефон и номер недоступен. Ранее в разговоре с Заринскими корреспондентами он отрицал свою причастность к задержкам выплат зарплат. Собподрядчик Барновская компания «Промстроймонтаж», которая и нанимала «Монолит» спецстрой, своей вины перед рабочими не видит. Я контролирую работу, но финансовые вопросы я не вникаю вообще. Господин Петренко, наш подрядчик, с ним были расчеты произведены. На Кожевином заводе «Русская кожа» тоже заявили, что ответственности за недобросовестных подрядчиков не несут. В марте по факту полных невыплат зарплат следователи возбудили уголовное дело. Но увидят ли рабочие свои деньги, не ясно. Судебные сдержки и поездки в Новосибирск за справедливостью бывшие строители могут просто не потянуть. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Медицина в Алтайском крае на высоком уровне. Кластерный подход, который заложили в регионе 10 лет назад, приносит свои плоды. Такую оценку дал в сфере здравоохранения в Рео губернатора Виктор Томенко. Сегодня, накануне Дня медицинского работника, он посетил Краевую клиническую больницу и поздравил врачей. В коридорах Краевой клинической чисто и пахнет хлоркой. Волнение объяснимо. И праздник скоро, и гость высокий. Как оценит? Показать стараются лучшее, а гордиться есть чем. И вот мы видим вот здесь в голове закрыт сосуд. И вот проходимость его восстановлена. А это тромбы, которые удалось из сосуда извлечь. Здесь демонстрируют новые методики кардиологии. Как эффективно удаляют патологические образования в сосудах. И как возвращают женщинам, которые потеряли надежду, шанс стать матерью. А еще пока новая, но перспективная разработка алтайских урологов. Вводить препараты химиотерапии не в весь организм онкобольного, а точечно, только в пораженный орган. Но это пока исследование. А вот уже результат. И успешный. Пересадка сердца, где он будет впервые. Да. У нас все впервые. В каком? В феврале. В этом году. В 12 феврале. После трансплантации сердца пациент чувствует себя прекрасно и даже откидывал зимой снег, рассказывает сосудистый хирург Дмитрий Ананьев. Это ли не гордость? Раньше такие больные направлялись в Новосибирск, если доживали. Подобных операций в один голос говорят медики. В крае нужно делать больше. И не только на сердце. Есть технологии. И главное, врачи, которые могут пересаживать печень и почки. Потому что эти пациенты у нас, конечно же, есть. Их не массово. Их ни в одном регионе нет массовости. Это просто штучный материал. Но им тоже нужно дать возможность жить. Виктор Томенко впечатлен. Об этом открыто говорит медицинской элите. В зале в честь праздника лучшие врачи ведущих больниц региона. Отмечает уровень высокий. А решение объединить в свое время крупные медучреждения в одном месте было удачным и эффективным. Планы развития есть практически по каждому направлению. Надо брать деньги и вкладывать в наши учреждения. И возможности есть. И площади есть. И, что очень важно, конечно, есть потребность, которую надо обязательно удовлетворять. Для развития, отмечает, нужно привлекать больше федеральных средств. И постепенно решать проблему нехватки кадров и повышения зарплат, которые у бюджетников региона одни из самых низких в Сибири. И этого особенно ждут медики небольших сел края. Туда и планирует отправиться Виктор Томенко в ближайшее время. Евгения Даровская, Павел Лауронин. Наши новости. Итак, в ближайшее воскресенье все, кто давал клятву Гиппократа, отметят свой профессиональный праздник. В нашем следующем видеосюжете мы расскажем о людях, которые выбрали для себя эту нелегкую, но благородную профессию. И с такими словами она каждое утро заходит в палаты своих пациенток. Доктору Смолихиной радуются не только будущие мамы, но и малыши. В этом животике их сразу двое. Сестрички Амелия и Милана. Начали активно пинаться и часто забили сердечки. На все вопросы ответит, успокоит. Как-то сразу все волнение уходит и думает, что только о хорошем. Уже 20 лет Валентина Смолихина, акушер-гинеколог, работает в перинатальном центре клинический Алтайского края. Она представитель династии врачей. Ее прабабушка помогала солдатам в госпитале во время Великой Отечественной. Специализировалась на офтальмологии. Папа лор, врач, мама педиатр. В том, что Валентина станет доктором, никто не сомневался. Почему акушеркой ты стала? Это случилось на четвертом курсе медуниверситета, когда у нас был цикл акушерства. Проходили мы здесь как раз его. И нас педагог привел в родзал. Я там увидела процесс родов, поняла, что это таинство, которое большое желание освоить и помогать этому чуду свершаться в нашей жизни. Они тоже помогают лечить, но не делают сложных операций и не назначают лекарства. Они их создают индивидуально для каждого маленького пациента. В детской городской клинической больнице номер 7 есть аптечное отделение. А в этой небольшой лаборатории готовят препараты, которые в обычных пунктах не купишь. В подобных микстурах концентрация действующих веществ очень мала. Ведь лечить приходится в том числе новорожденных с низкой массой тела. Все эти лекарственные формы подвергаются анализу, строгому анализу. Предположим, вот это вот все пробы, которые мы сегодня готовили. Готовили раствор фурацелина, пожалуйста. Сделали полный химический анализ на него. Галина Евсеенко тоже верна профессии со студенческой скамьи. Начинала с провизора аналитика, теперь заведует аптечным отделением, которое считает уникальным. Коллектив здесь небольшой, всего 6 человек, но все они медицинские работники. Неважно, какого звания и категории. В третье воскресенье июня врачи, санитарки, медсестры отметят свой профессиональный праздник. Многие примут поздравления на своем рабочем месте. Елена Кузовкина, Александр Антропов, Николай Шелко. Наши новости. Владельцы небольших сетей АЗС начали избавляться от своего бизнеса. В интернете появились объявления о продаже заправочных станций в Барнауле, Кытманово, Бийске и Троицком. Почему бизнес стал тяготить мелких игроков Топливного Союза, расскажет Ирина Корчагина. Цена подарок, готовый пакет документов, высокая прибыль. Владельцы небольших сетей АЗС готовы продать свое топливное детище за 3,2 миллиона 800 тысяч рублей. Резкий рост цен на бензин поставил под угрозу существование мелких заправочных станций в крае, от которых теперь спешат избавиться. Если мы качественное топливо хотим покупать, цена на качественное топливо очень высокая и конкурировать невозможно, потому что продают топливо качественное те же Роснефть и Газпром. А если брать в таких небольших нефтебазах, там по АТУ идет уже топливо, там качество никто не гарантирует. В Независимом Топливном Союзе сообщает, что из-за убытков может исчезнуть 15 тысяч заправочных станций по всей России. Без работы могут остаться более 300 тысяч человек. В нашем некоммерческом партнерстве убеждены, что такое положение дел стало возможным по двум причинам. Первая связана с недобросовестными действиями вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые напоминают картельный сговор на рынке нефтепродуктов. Сегодня в авангарде российского топливного бизнеса Роснефть, Газпромнефтьгаз, Лукойл и Сургутнефтьгаз. Они популярны среди автомобилистов, которых не пугает риск закрытия небольших АЗС. Изначально это была топливная карта, но когда в дальнейшем, то мне понравился и сервис обслуживания, и топливо, и меня все устраивает. Потому что там скидки есть. То есть я заправляюсь на одной заправке, естественно, у меня идут скидки. Сегодня на краевых АЗС топливо подешевело на 15 копеек. Впрочем, такая разница стала заметна после того, как сначала оно подорожало на пару рублей. В среднем 92-й продают за 40 рублей 35 копеек за литр. 95-й за 42 рубля 17 копеек за литр. И это самый позитивный показатель по Сибири. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. Сегодня миллионы мусульман отмечают праздник Ураза-Байрам в честь окончания священного поста в месяц Рамадан. Празднование прошло и в главной мечети Алтайского края. Всего в регионе больше 30 тысяч мусульман. И для каждого из них сегодня особенный день. О традициях праздника расскажет Валентина Аскерова. От рассвета до захода солнца нельзя ни пить, ни кушать. Такой строгий пост соблюдают мусульмане всего мира ежегодно. Длится он целый месяц, зато после наступает настоящий пир души. К празднику Ураза-Байрам. В этот день все верующие надевают самую красивую одежду, идут в мечеть, читают намаз, раздают милостыню и поздравляют друг друга. Итву-барак. Такими словами, сегодня приветствуют друг друга мусульмане по всему миру. Обозначают они благословенного праздника. Причем поздравить нужно лично. По телефону не приветствуется. Уже с восходом солнца главной мечети края начали приходить сотни верующих. Шли целыми семьями. К восьми утра количество людей достигло четырех тысяч. Вместить всех храм не мог, поэтому большинство читали праздничный намаз под открытым небом. И в этот день как бы уже лёгкость, праздничное настроение, лёгкость в душе как бы. И вот есть желание на весь оставшееся время, на год, на следующий год уже совершать более добрые дела. С одной стороны, этот праздник объединяет всех мусульман, а с другой стороны – семью. По традиции у разу Байрам накрывают роскошный стол и угощают верующих. Лакомства самые разнообразные. От национальных блюд до экзотических фруктов. Кстати, у мусульман существует поверье. Как встретишь этот праздник, таким будет и весь год. Поэтому обед всегда проходит с размахом. У раза Байрам длится до самого вечера, ещё два дня после. Всё это время мусульмане ходят друг к другу в гости, веселятся и дают садака беднякам. Как бы жертвоприношение делается. Это не то, что там закалывают, как Курбан Байрам, да? А здесь сдаётся садака, то есть деньгами, кто сколько может. И ещё в этот особенный день нужно всех простить. Верующие говорят, что Бог прощающий. Поэтому простить надо обязательно. Кстати, у мусульман всего два великих праздника. Это у раза Байрам и Курбан Байрам. Не так много. Но именно поэтому отмечать их – настоящая радость для всего мусульманского мира. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. А мы возвращаемся к теме другого праздника. В адрес медицинских работников в преддверии их профессионального праздника звучат множество поздравлений и добрых слов. К ним присоединяются и сотрудники реабилитационного центра доктора Бубновского в Барнауле. Дорогие коллеги, коллектив центра доктора Бубновского в Барнауле поздравляет всех с Днём медицинского работника. И желает каждому, кто выбрал для себя самую благородную профессию на земле, помнить о том, что мы нужны людям. Пусть ваши сердца никогда не черствеют, пусть ваши пациенты будут здоровы, а работа приносит только радость. Желаю всем доброты, чуткости, огромного терпения и высокого профессионализма. Будьте здоровы, с праздником! И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды сеть магазинов «Трофей». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа! Покажи своей девушке настоящую романтику! Сходи в поход с семьей! Приготовь ужин на костре! Будь мужиком! Сеть магазинов «Трофей»! На большей территории края Ясно, в Заринске и Белокурихе до 22 тепла, 23 в Бийске, 25 в Олейске и Рубцовске. В Барнауле Ясно ветер южно-умеренной ночи до 16 тепла, днем до 24. На этом у нас все новости. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова